Привет, ребята, это Мята-Мята. Сегодня она про новую телепрограмму, которая называется 22 комика. И меня зовут Илья Якиамсев. Это про современную российскую комедию. Вышла телепрограмма, которая новая, представляет собой некий сборник из всего того, что может быть в московском стендапе. Делали ее Артур Чапорян, кто-то там еще, Тимур Каргинов всем этим следил. В общем, вышла такая довольно странная мешанина. Сейчас поговорим. Я буду рассказывать про первый выпуск и мои впечатления от него. И я надеюсь, что вы сами для себя сделаете вывод, смотреть ли вам это или нет. Итак, 22 комика. Во-первых, кто эти 22 комика? Это люди с московских открытых микрофонов, которые неким образом были отобраны для этой программы. Что это за некий образ? Во-первых, ты должен быть очень небыстрым комиком. Во-вторых, ты должен нравиться Артуру Чапоряну. Условия простые, поэтому все комики на сцене выглядят как Артур Чапорян в разных образах. Один и тот же темп, один и тот же набор, набор смыслов, один и тот же способ подачи этих мыслей. Современная московская комедия. Кто в первом выпуске? Открывает его Артур Чапорян. Там же есть немного Ильи Азолина. Есть Лука Хинкадзе и, ох, забыл уж кто еще. Андрей Шарапов там еще есть. В общем, это все видно. Выпуск можно назвать фестивалем московской деревянной комедии, потому что если ты хочешь стать московским комиком, прежде всего ты должен засунуть себе в жопу швабру как можно выше, выйти на сцену, встать на нее двумя ногами и вот так вот вставать подавать. Московские комики не отыгрывают принципиально. Это их позиция. Они просто ходят по сцене и с некоторым ужасом смотрят, что иногда их шутки не заходят. Такая жизнь. Самый лучший яркий представитель этой системы это Илья Азолин, у которого аж из плеча эта швабра выходит. Вот он на ней вертится на сцене туда-сюда. Ярко-разительно отличается Шарапов, который умеет ходить по сцене и что-то отыгрывать даже в тех очень сжатых и очень целеустремленных шутках, которые он так умеет писать. Да, вторая часть его выступления, он там что-то пошел какую-то схему разворачивать и внезапно он превращается в обычного московского комика. Для этого ему достаточно остановиться и забыть, что он что-то умеет делать на сцене. Вот такая вот ситуация с комедией. Про материал. Слушать это совершенно необязательно. Это такая комедия, которая сделана для того, чтобы быть в комедии. Я живу, я научился писать шутку с панчлайном и вот значит я иду на открытый микрофон и она иногда заходит. Этого достаточно, чтобы попасть в эту телепрограмму. Это абсолютно средний нормальный уровень для комика, который понял, где шутка лежит. И не больше. Принципиально не больше. То есть все темы, они вот, ну понимаете, все темы. Я ушел на улицу и там значит какая-то штука стоит. Вот, вот рассказал вам про эту шутку. Смотрите, какой я молодец. Предположительно, этот выпуск был, мог бы быть и про стиль в московской комедии. То есть вот в таком стиле есть комики вот в таком, но они все в одном стиле в результате. С одними и теми же темами, с одним и тем же подходом в результате. Смотришь в сумму, они одинаковые. Это очень хороший момент, когда ты медленный комик на стиле, если ты в открытом микрофоне. Открытый микрофон – это очень плохое шоу и если там случается хоть что-то минимально интересное, люди сильно реагируют. И быть медленным комиком без шуток, странным комиком без шуток, любым отличающимся от другого человека комиком без шуток очень выгодно на короткой дистанции. То есть, когда у тебя есть 3 минуты и в эти 3 минуты ты другой, люди очень сильно, что-то там, что-то новое. Но когда ты смотришь комика больше 10 минут, ты просто привыкаешь к стилю, он становится органичен для тебя в просмотре и становится уже вопрос, а прости, что ты говоришь? И вот на этот вопрос ответа сильно нет в этой телепрограмме. Как-то так. Про Артур Чапорян. Артур Чапорян, безусловно, выдающийся стендап-комик, который много лет назад додумался до двух вещей. Первое. Каждая шутка должна заканчиваться панчем. То есть, сейчас это кажется вам банальным, но в те времена все такие, боже мой, так панч можно в каждой шутке. И он писал их очень ярко. И второй момент. Артур говорил медленно. В отличие от того времени комиков, которые пытались уплотнить как можно больше смеха в одну минуту, Артур не спешил. Одна из этих вещей принесла бы ему гигантскую популярность. У него уже было две, и он стал классиком на месте. То есть, сперва его, естественно, потащил Сиэтлов, как половину сейчас современной российской комедии. Потом он пришел уже в стендап-клуб, что-то делал. Но, как и любой достаточно талантливый человек, он не может ничего сделать второй раз. Ему, я не знаю почему, я думаю, ему просто не очень хочется работать. Ну, потому что первый твой успех, это сумма твоих идей. Вот ты просто идею дал, а теперь еще и работать надо, и все, конец. То есть, если смотреть на все, что он сделал, продал канал, делал эту шоу, ну, которое между двумя папоротников совмещенное. Ну, вот смотрите, оттуда ушел вот этот их главный драйвер, который был в комедий-клуб. Я уже забыл, как ее шеши. Сами додумайтесь. И все, и шоу кончилось. То есть, эти два парня, и Драк, и Артур даже не придумали, что делать дальше со своим же шоу. И все вот так вот. Все просто заканчивается на какой-то точке. Скажут, а дальше что, нет? Нет. И все. И вот так вот идет все. То есть, чувак раз, два, три, четыре сделал, а в сумме и ничего. Вот теперь программа 22 комиков, в которой снова Артур рассказывает совершенно необязательный материал. Ну, то есть, это проходняк. Ну, вот я написал шутки, на них посмеялись, ну, и запишу их где-нибудь. Вот примерно о таком роде. Другие комики. Ну, вот Шарапов, он очень сильно отличается. Я уже говорил, купить своей питерской сцене, потому что в Питере тупо не принято стоять на сцене, как дурак. Там принято показывать многое, и это в стиле видно. Лука Хинькадзе очень хорошо выступил, но там та же самая проблема. Там заявляется очень интересный подход, что я кавказец, и мне приходится смотреть в Инстаграме кавказские видео, а потом переходит на все вообще, на каких других кавказцев, и там Лука исчезает. Это материал, который мог сказать не Лука, а любой кавказский комик. И это, собственно, вывод. То есть, вот этот материал может читать любой. То есть, отдай вот эти вот шутки другому человеку, и пофигу, какое лицо, реально пофигу. Не запомнишь, вообще не запомнишь. И у меня, вот от всей этой программы у меня один большой вопрос был, а зачем это вообще в телевизоре, если это можно было тупо снять в интернет? Ты приходишь на любой открытый микрофон московский, просто ставишь видеокамеру, и через 2-3 недели у тебя все выпуски этой программы есть. Главное, что есть в этом подходе, это съемки. Съемки и звук. Вот смотрите, там снято охренительно. Операторы, им можно выдавать премию за то, что они взяли и сняли вот эту картинку. Именно практически в одном прожекторе там все видно. Там видно зал, видно бэкграунд, они оторвали человека от фона. Блестящий режиссер это снимал, который вот понял, какие планы нужны, в каком порядке примерно камеры должны стоять, где они, что делать. Я читал интервью Артура, Артур жалился, что они трясутся, да в жопу и с тряской очень хорошая картинка. Идеальная практически работа. Я не говорю вообще про звук, потому что ТНТ снимает звук смеха, звук в зале вообще снимает шоу лучше всех, как я считаю. То есть там смех, вот баланс, слово смеха, их динамика, она просто блестящая, особенно на маленьком зале. И для меня, ну про монтаж я мало что могу сказать, потому что там картинка была готовая. Очень похоже на спешил Кармайкла, который снимал вот этот вот знаменитый американский режиссер, но у Кармайкла было больше интересной работы со светом. Здесь они очень лаконично решили и этот лаконизм поддержали технически. Технически очень сложная картинка, очень хрен так снимешь просто так. Ну посмотрите, примерно на том же оборудовании пытается работать Рил Стендап Калантаряна много лет, но из-за того, что техника неспособная и камера очень плохо держит низкий свет, у него картинка плохая. Ну что поделать, там, как говорится, самоделка, самоделка. И в сумме получается охрененная запись. Вот просто охрененная. Поэтому вот, ну зачем идти в продакшн, зачем на ТНТ-4, за тем, чтобы получить камеры. И эта проблема, проблема со съемкой, с камерами, со всем, что прилагается к стендапу, она вылезла, например, у Соболева. Там Соболев вытаскивает концерт как может, но Соболев все вытащит, что хочет. Но в результате клик-клак, который снимал ему концерт, он запорол концерт, потому что они не умеют снимать живые выступления. Здесь умеют. Именно смех, именно звук. Это отдельная статья. Говорю вам, как человек, который уже снял и смонтировал один спешл, не я. Люди, которые мне помогали, но мне пришлось очень много усилий в объяснении того, что надо очень много приложить. И еще раз, божественная картинка, божественный звук, великолепный продакшн. Общее резюме. Я не могу никак к этому относиться. Мой стендап не такой стендап. Мой стендап, это когда, ну ты научился шутить, а о чем? Я человек, который, ну, пожил, я видел шутку в жизни и меня не удовлетворяет просто шутка. Этой шутке я могу там, я четыре раза, много раз в неделю я езжу на открытый микрофон и их там вижу. Мне интересна история. Мне, как человек, я привык, что меня развлекают историей. Там, вот она началась, вот продолжается, идет. Любой хороший комик умеет в историю. Даже этот, сейчас будет лицо этого человека. Вот этот человек, он может в одной шутке рассказать историю. Вот такой комик Шарапов. Шарапов, он очень скромный чувак, он все там умеет, но он умеет рассказать историю от начала до конца в одной шутке. Пока к этому московские комики слабо приспособлены, очень слабо. Но это стоит смотреть, окей? Это стоит смотреть даже с этим условием, что я вам сказал, потому что, ну вот, это как funny stuff несколько лет назад, когда они тупо начали снимать питерский стендап. То есть, давайте не будем напрягаться, думать ни о чем. Мы просто сделаем фотографию. Фотографию, какие мы прямо сейчас. И вот в этом огромная ценность этой программы. Вы видите в этих выпусках московскую комедию 2019. Всех значимых комиков, работающих в более-менее одном стиле. Но плевать, вот она такая комедия, вот она фотография. Там нет региональных комиков, ну хрен с ними, нет никого. И я думаю, что региональные комики не понравились бы продюсерам программы тупо потому, что любой региональный комик, если он что-то может, он очень много двигается. А это вообще не подходит в концепцию программы 22 комика. В этой программе комики стоят на месте, прибитые к сцене. Резюме. Мне не нравится. Я не могу выделить... Я знаю, почему мне не нравится, окей? Там мне не хватает истории. Для меня это просто, ну, как бы приколы, понимаете? Приколы. Но для большинства людей в зале, для большинства зрителей стендапа приколоться это достаточно. То есть, ты пришел домой после работы, вот какой-то парень тебе что-то сказал, пару шуток, ты их в тот же вечер забыл, но настроение у тебя хорошее. Вот об этом эта программа. Нужно что-то больше. Это не в 22 комика в принципе. Это вам нужно достаточно серьезно искать людей, которые копают одну тему, которые могут из нее больше смыслов вытащить, чем обычный человек, который просто на машина, баба, инстаграм, вот это все. Это программа про тусовку. Прежде всего про тусовку, не больше. То есть, вот люди, которых мы любим, мы собрали и смотрим. Смотрите. Если вы согласны, не согласны, линк на саму программу внизу, скажите мне, прав я, не прав. В чем отличие? Кто вам понравился? Тоже пишите в комментарии. Будем смотреть. Я смотрел всего один выпуск, их уже вышло три, но у меня, знаете ли, еще куча фильмов, которые не просмотрены, спешелов, больших, хороших комиков, которые не просмотрены. И, в общем, балансируя для себя, я выберу человека, который мне умеет рассказывать историю, нежели просто сумел дойти до панчлайна. Вот. И я надеюсь, что Артур Чапарян начнет работать, конечно, когда-нибудь, но, судя по всему, уже никогда. Я очень много видел людей в стендапе, да в любой профессии, которые подавали замечательный результат, ну, подавали большие надежды, но так и остались людьми, которые подавали большие надежды. Ничего в этом страшного нет, получает только тот на длинной дистанции, кто работает на длинной дистанции. Вот что я хочу сказать. Смотрите комедию, сходите на комиков в своем городе, пытайтесь разобраться для себя, пытайтесь создать свою комедию для себя. Если вам не нравится ничего, выходите сами на сцену и делайте так, как считаете нужным. Это Илья Икямсев. Мята-мята. Давайте пока.